Здравствуйте, Никита Сергеевич, у меня два вопроса. Откуда? Василий Романов, журнал «Бизнес-курс». Вы не впервые в Омске, как Вы сказали, он имеет большое значение в истории России. С чем для Вас ассоциируется Омск? Это первый вопрос. И второй вопрос. Столетие начала Первой мировой войны, будет отмечать всё мировое человечество. Какой-то проект Вы к этой дате собираетесь и вообще как-то её? Вы знаете, если говорить про Омск, я не хочу так точечно проходить по истории этого края. Прекрасно все знаете, что такое был Омск и при Екатерине, что такое был Омск в гражданскую войну и так далее. Поэтому, так сказать, не будем этого касаться. Это потрясающий край, потрясающей красоты, с огромной историей, культурой. Здесь много моих друзей. И я слежу за тем, что здесь происходит. Поэтому это для меня один из моих, так сказать, любимых, что ли, любимых частей России. Хотя, это естественно, что я говорю это здесь, но я должен сказать вам, что и в другом, бы любом, другом месте меня спросили бы, а какие ваши любимые места. То я бы обязательно включил в это перечень Омск. Что касается Первой мировой войны. Я вообще не, так сказать, никогда не снимал кино к датам, что ли. Ну, как-то у меня так не получалось. Другой разговор, что иногда получалось так, что кино в моем результате оказывалось в какой-то степени, так сказать, востребовано минимум по этому, скажем так. Картина «12», скажем, картина «Утомленный солнцем 2», она ждет своего времени, и я абсолютно убежден, что пройдет какое-то время, и этот взгляд на войну и на мир, взгляд метафизический, взгляд притчи, взгляд, так сказать, религиозный, если хотите, он будет еще востребован. И в этом совершенно уверен. Картина «Солнечный удар», которую мы заканчиваем, она тоже не приурочена, так сказать, скажем, к чему бы то ни было. Но мне думается, что, надеюсь, а уж сегодня почти уверен, что к моменту ее выхода она будет, так сказать, такое будет ощущение, что я снимал ее специально, так сказать, к какому-то моменту. Но думаю, что так может произойти. Что касается... Я знаю, что снимаются картины, снимается, по-моему, про «Женский батальон» картина, снимается... На телевидении снимается большое количество картин. Я вообще считаю, что история Первой мировой войны, она для нас оболгана еще в школе, и мы не можем отойти от этого стереотипа отношения к этой войне, которая, в общем, по большому счету, была война для нас победоносная. Если бы не предательство, которое было вокруг, то неизвестно, как бы, так сказать, было... Что было бы с миром, как бы он был поделен. Но, с другой стороны, еще это одна из самых кровавых войн, несмотря на отсутствие тех технических средств, которые были во Второй мировой войне, по своей жестокости это была одна из самых страшных войн. Ну, если иметь в виду, скажем, газовые атаки, появление бронетехники и так далее, и так далее. Я думаю, что... Даже дело не в этом. Время прошло, сто лет достаточно. Но не созрела еще точка зрения, на мой взгляд, серьезная и глубокая у нас, в нашем сознании. Слишком долго нам объясняли, что это, так сказать, кровавые мерзости царского режима, война захватническая, которой народ не хотел и проиграл ее, потому что царский режим прогнил. Это не так, не правда. И я думаю, что еще будет время и возможность оценить значение этой войны для нас и оценить то, как, кто себя вел во время этой страшной Первой мировой войны. Я думаю, что itísется наeeee, И hemos criado по всей войны для нас, а потому что он водой было поведено. Ну, это снова на этом. У меня было виноваты из грозerve. У меня было здесь проклятие в одежду, которое сначала избавить то же время, career к нам сильнейшему подіїville. Продолжение следует...